и вот та самая собачка которую герасим муму имя собачки у всех на слуху а как зовут барыню приказавшую расправиться с дворнягой мало кто вспомнит ведь это мать тургенева и иван сергеевич сделал прототипом властной героини гуляя по остоженке не проходите мимо дому музей тургенева дом муму иногда называют самом деле здесь же ломать тургенева поселившись московском доме богатая помещица сыну ивану комнаты отвела в антресолях то есть на верхнем этаже иван сергеевич был уже взрослым человеком гостил тут несколько месяцев в году но в основном проживал за границей москвой не увлекся так и писал гнезда тут не совью возможно сыграла роль ссора с матерью завершившаяся разбитием сыновьего портрета конфликт отображен в интерактивном зеркале в музее но в этом московском кабинете из-под пера вышел бежен лук а в целом записки охотника скандальные оказались книжицы после выхода в свет гаремыку цензора разрешившего напечатать выгнали с работы и даже пенсии лишили вон как отозвалось слова писателя тонко постромившего крепостное право а тургеневская страсть к охоте видна в этом доме невооруженным глазом в комнатах тургенева личные вещи вот кстати маникюрный набор насмотрелся видать в заграницах руки холеные за саху не держался воспроизведена обстановка того времени шикарная мебель люстры здесь первые публикации кто не знает дебютировал тургенев в поэзии потом уже были дворянское гнездо рудин отцы и дети каждая книга вызывала резонанс но еще одно маленькое произведение некролог к смерти гоголя так возбудило царские власти что тургенев был арестован и отправлен ссылку в родовое имение на орловщину многие годы жизни писатель провел за границей там был роман жизни с оперной дивой полиной виардо во франции тургенев и умер похоронен в санкт-петербурге но в западном пригороде парижа тургеневский музей в россии музеев несколько по моему три из них только в орловской области где была усадьба матери а этот в москве на остоженьке особняк вампирном стиле построен после пожара 1812 года тургенев прожил тут две весны и еще два месяца после смерти матери советские времена тут были коммунальные квартиры потом спортивные офисы только в двадцать первом веке открылся музей его экспозиция серьезно обновилась несколько лет назад к двухсотлетию российского классика а в соседнем сквере появился первый в москве памятник тургеневу а собачку все равно жалко